Ну, так, даете, да? Отлично. Вы наверняка многие знаете, что у нас была встреча, региональная встреча сотрудников, которая проходила в Венгрии. Что это такое? Региональная встреча сотрудников – это вот мотивационная встреча, информационная, похожая на конференцию, как происходит, например, золотая. Но золотые конференции делают для лидеров, а мотивационные такие вот встречи в СНГ собирают и сотрудников, где нам дают видение, стратегию компании на следующий год. О чем я хотела с вами сегодня поговорить? Вы мне говорите, как мне слышно, видно. Может быть, кому-то нужно будет дать слово. Я вам тогда включу микрофон, и мы с вами пообщаемся. О чем будем говорить? Будем говорить о новостях, об акциях и вообще иногда хрипит, да? Не знаю, что сделать. Так, не хрипит, но мы далеко. Ну, буду стараться. Так лучше? Ну, не скажете, да? Сейчас я уберу по-моему адресование у себя. Итак, давайте начинать. Итак, рада приветствовать Константиновку, Мариуполь, Угледар. Всем большой привет, всех рада видеть. И о чем я хочу начать нашу встречу, это о том, с нашей стратегией. Помните, у нас всегда компания давала вот такой клич, да? Например, было там Арифлейм в каждый дом, и мы достигли этой цели. Помните, здесь присутствуют лидеры. И сейчас у нас цель также на рекрутирование. Кроме этого, у нас есть видение. Это вот красота, твоя красота внешняя, твоя красота внутренняя. Да? И сейчас вы на экране видите презентацию? Скажите мне честно, вы видите ее? Потому что я не совсем понимаю, что там у меня сегодня с презентацией творится. Видите? Сегодня я еще должна... Да, видите? Отлично. Сейчас, секундочку. Я уберу по-моему адресование. Что такое? Отмена. И мы начнем. Все, убрала. Сейчас вы видите вот такой вот круг. Вы его очень часто будете видеть при всех наших презентациях. Все свои выступления, все свои мотивационные встречи мы будем начинать вот с такого знака. Это твоя красота, твой успех и три сообщества. Мы говорили с вами о том, что у нас теперь слоган «Красота как образ жизни» и что же для нас это значит? Красота для нас это не только красота внешняя. Для нас красота это красота и внутренняя. То есть если вы посмотрите на эти три сектора, то вы можете увидеть, что сектор «Твоя красота» разделен на три сектора. Это твои бьюти-образы и стиль. Это твой здоровый образ жизни и твое лицо. Следующий сектор это твой успех. Конечно же каждый из нас хочет быть успешным, давать нашим близким, родным и детям все самое-самое лучшее. И для этого нам что нужно? Реализовать себя как личность в бизнесе, в обществе и вообще в жизни. Ну и третий сектор вы видите – это твои сообщества. Что же значит этот сектор «Твои сообщества»? Это те вот клубы, которые вы организовываете, которые у вас есть. Раньше это называлось клубами, сейчас это называется сообщество. То есть что объединяет людей в эти сообщества? Людей объединяет единая цель. Цель, в которой они идут. Я буду, конечно, очень рада, если вы мне будете в чате что-то писать, отвечать, согласны, не согласны. Давайте в таком форме диалога с вами сегодня поработаем. И если кто-то хочет сказать, напишите мне в чате, я вам включу микрофончик. Хорошо? И вы знаете, после этой встречи, на которой я была 4 дня, проходила в Венгрии. Это был город Будапешт, где были собраны сотрудники со всего СНГ. Это была мотивационная встреча. Мы обменивались опытом. Перед нами выступал топ-майнерс. Мы рассказывали, как они видят в дальнейшем развитие нашей компании. Ну и вообще стратегию развития нашего бизнеса. Да, Лен, соглашусь с тобой. Город очень красивый. У нас вечером были прогулки. Мы гуляли, очень много ходили. Это нереально красивый город. Но это несравнимо с тем вот драйвом, который мы получали вообще не с трудом. Мы обменивались опытом и вот слушали, как работают те или иные страны, города. И перед нами выступали. Это первый раз в этом году. Вообще-то всю историю Арифлэм на такую конференцию были приглашены топ-лидеры, быстрорастущие лидеры СНГ. Это Альбина и Рек Хафизовы. Где они перед нами выступали очень открыто. И мне понравилось мое выступление. Они начали с такой фразы. Говорит, мы думали... То есть мы были удивлены, что вы настолько любите Арифлэйм. Я вам хочу сказать, что это действительно так. Каждый сотрудник. Это не просто сотрудник. Это человек, который пропитан. И мне Арифлэймом иногда мне кажется, что... Не только у сотрудников. Ну, то есть у всех, кто находится в Арифлэйме. Я не говорю сотрудничать. Те, кто живет Арифлэйм, у того течет своя особая какая-то кровь Арифлэймовская. Можно так сказать. То есть это единство дух и страсть, которые... Те ценности, которыми живет каждый из нас. И сотрудники тоже пропитаны этим духом. И, ну, как бы... Ну, это нереально передать. Это вот нужно просто почувствовать. И, вы знаете, самое интересное, что мне понравилось, насколько открыто лидеры с нами общались и рассказывали о своей системе работы. Поэтому, если вам будет интересно, можете задавать вопросы. Мы сидели на их выступлениях, мы записывали. Очень много фишек они дали, наработок. Но красной нитью. Через все эти дни у нас утром начиналось, день заканчивался тем, что нам говорили о важности рекрутирования. О том, что нужно об этом говорить. И нужно это не только об этом говорить, нужно это делать. Скажите мне, пожалуйста, как у вас сейчас проходит рекрутирование? Как у вас с этим обстоят дела? Ух ты! Сейчас, минуточку. У меня зависит экран. Ну, скажите мне, пожалуйста. Я слежу за отчетами. Я вижу, что хорошо рекрутируют Мариуполь. Да? Хорошо рекрутируют Краматорск. Сейчас не смогли подключиться. Краматорск пытается подключиться к нам. Хорошо горловка рекрутируют. Девчонки, ну, как бы, угледар тоже не отстает. Вы молодцы. И я хочу с вами поговорить о важности рекрутирования. Как это важно. И скажите, вообще, для чего нам нужно рекрутирование? Как вы думаете? Напишите в чате. Ну, скажите, пожалуйста. Важно для вас рекрутирование? Что для вас вообще рекрутирование? Рост. Рост. Выход на новые процентные уровни, да? Это новые возможности, да? Это новые люди, которые приходят в нашу команду. Это банкеты менеджеров. Это банкеты директоров. Это незабываемые конференции. Это, ну, то есть, это все то, о чем мы мечтаем, и то, где мы получаем позитивную энергию, и нам обязательно хочется там побывать. Тот, кто побывал хотя бы на одной конференции, на золотой, менеджерской, неважно, он обязательно хочет побывать на следующей конференции. Он получает тот драйв. Да, вот менеджеры пишут, Надя пишет, что хочу. Надя, это вот совсем другой уровень, это другая жизнь. И я вам хочу сказать, что Арифлейм всегда был прогрессивной компанией, шел впереди планеты всей. И сейчас, после этой встречи, я в этом настолько убедилась, столько много запусков нас ожидает в этом году. Я вас просто вот призываю, как вам сказать, много, как это, аккумулировать энергии и просто вот готовиться к тому, что этот год будет ну просто невероятный. Во-первых, он невероятный будет, потому что вы видите уже сейчас изменения, трансформации, изменения в коммуникации происходят. Сейчас намного быстрее все происходит, то есть, информируется вам, доносится информация. Акции, рекрутинговые компании, то есть, ну, то есть, все, то есть, это не похоже на то, что было раньше. Кроме этого, меняется, можно сказать, и Арифлейм, да, мы даже если посмотреть на наши продукты. Если говорить о продуктах, да, то первые ласточки это были запуски серии Innovage, инновационных продуктов, которые мы, ну, давайте откровенно говорить, что мы не сразу как-то поняли об этом и не сразу подхватили вот это знамя рассказывать о наших инновационных продуктах. Я вам хочу сказать, что в этом году будут запуски во всех категориях. Это будет касаться и категории по уходу за кожей лица. Это будут запуски в категории бьюти, в категории, сейчас хотела сказать, декоративной косметики. Будут новые запуски и в велнесе. Поэтому я вам хочу сказать, что, ну, нереально будет крутой год. Ну, что именно конкретно нам показывали на слайдах, я вам сейчас, к сожалению, рассказать не могу, потому что, ну, нужно ждать официальных запусков. Но я вам хочу сказать, что это, ну, нереально круто. Мне хотелось фотографировать, тут же с вами делиться, но, к сожалению, не могла. Но, поверьте мне, готовьтесь. Ну, вы будете гордиться за каждый продукт. Мы и так гордимся, но здесь я сидела, мне нереально переполняла гордостью от нашей компании, что вот такие, ну, инновационные запуски, то есть то, чего нету в других, например, компаниях или продуктовых линейках. Вы всегда готовы, я знаю, что вы всегда идете впереди планеты всей. И я не могу вам не напомнить о том, что мы начали с вами говорить о компании рекрутирования. Я вам хочу сказать, рекрутировать необходимо не потому, что дают классные подарки, а потому что, ну, это нереальные возможности сейчас привести новых людей и предложить им нереальные, то есть реальные, то есть реальные возможности заработать деньги. Ну, например, для новичка, вы знаете, что сейчас в подарок будет идти вот эта замечательная водичка, которую сейчас вы видите на экране, это Эмбер Эликсир. Ну, а для спонсоров я хочу отметить, подчеркнуть жирной красной линией, что такой спонсорской программы нам больше не обещают. Да, то есть приведи четырех новичков и заработай набор на вейдж. То есть таких акций нам сказали, что будет только в седьмом и восьмом каталоге. И поэтому я каждого из вас призываю, кто сейчас пришел на этот вебинар. Директоров, менеджеров, по минимум каждому, это четыре новичка. Вот на седьмой каталог и столько же на восьмой каталог. Вот минимум заработать по два набора на вейдж, потому что такого предложения не будет никогда. То есть, ну, этот набор вы знаете сколько стоит. И получить его в подарок можно лишь пригласить людей в свою команду. Что дает нам приглашение в наши команды? Это, во-первых, это новые люди, наши единомышленники, наши друзья, которые будут также пропитаны с вашей помощью теми же ценностями, на которых мы с вами, с теми, которыми мы с вами живем. Кроме этого, это будут лояльные консультанты, которые, возможно, станут нашими бизнес-партнерами и будут вместе с нами стоять на банкете директоров, на золотых конференциях, на всех чествованиях, с новыми чеками директоров и выше. Поэтому все зависит от нас. Что еще хотелось сказать по поводу акций? Да, вы знаете, вот наборы вы видите сейчас на экране. Можно выбрать любой набор, указав код. Помните, что спонсору лично нужно будет сделать также 100 баллов. Это довольно, как мне кажется, для каждого из вас, кто здесь присутствует, это несложная задача. Но я хочу дать вам такой месседж. Сделать несложно, но попробуйте научить каждого в своей команде делать... Да, вот менеджер пишет минимум 150. Делать минимум 150 баллов в команде, и это будет стабильность, фундамент в вашей команде, который не придумаешь. Кроме этого, вы знаете, что у нас стартовая программа с этого каталога поменялась. Я напоминаю, что 4 шага по 100 баллов. Выгода от стартовой программы стала выше. Усилий затрачиваете вы меньше, потому что если вы посмотрите на прошлую стартовую программу, то она была по баллам. Суммарно было нужно выполнить больше. Значит, усилий затратить больше, а выгода вы получали намного меньше. То есть я призываю вас, видите, вот минимально каждого новичка вы должны научить, не должны, это ваша, как бы, знаете, ваша задача. Ну, мы здесь никому ничего не должны, но ваша задача научить, как сделать 100 баллов вашего новичка. И если вы сделаете вот этот вот, заложите прочный фундамент, научите, как это делать, то этот человек будет с вами надолго, ну, можно сказать, даже навсегда. Поэтому все карты вам в руки. И хочу, опять же, напомнить вам о тех подарках, которые будет получать новичок выгоду от стартовой программы. Если вы видите, вы оценили эти подарки, вы видите, с каждым шагом стоимость подарка возрастает, его ценность. Помимо того, здесь в подарки включены самые лучшие, самые хитовые продукты, которые у нас есть в каталоге. То есть это хит и продаж. Если посмотреть на шаг 4, по-моему, это вообще вот просто, ну, я не знаю, меня просто переполняют эмоции. Туалетная водичка, эклад или викенд, которую, ну, наверное, любят все, эклад мужской, вот средства из серии «Нович», ну, то есть, ну, нереально крутые. «Бизнес-класс» у нас с этого каталога стал 100 баллов, да, осталась скидка на 50% на любимый продукт, предварительный заказ онлайн, льготный набор из 5 каталогов и бесплатная доставка на СПО. Какие акценты хочу сделать здесь? «Новичок» не может участвовать в «Бизнес-классе», пока он не закончит свою стартовую программу. Вот здесь хочу сделать такой акцент. А видите, если вы в течение 4 шагов научите вашего новичка делать 100 баллов ежекаталожно, да, вот эти 4 каталога подряд. Что такое 4 каталога? 4 каталога – это у нас 4 умножить на 3, это 12 недель. Это вот те вот 12 недель, за которые мы всегда говорим, можно выработать хорошую привычку, да, выработать привычку делать заказы на 100 баллов. После этого он автоматически попадает куда-то в «Бизнес-класс». Но «Бизнес-класс» – это, конечно, хорошо. Но я бы рекомендовала все-таки учить, уже начинать где-то с 3-4 шага, делать по 150 баллов. Как вы думаете, почему все-таки 150 баллов? Как вы думаете, кто мне ответит на этот вопрос? Почему я считаю, что 150 баллов лучше делать новичка, чем 100? Что на 150 баллов получит новичок? Зарплата. Отлично. Да, это первая ступенька, на которой он получает уже зарплату от компании, я бы так сказала, вознаграждение за его труды. Поэтому тут получается, знаете, как складывается, как матрешка. Делал стартовую программу, потом переходит автоматически в «Бизнес-класс», пользуется преимуществами «Бизнес-класса», ну и помимо этого уже получает первое вознаграждение по «Лестнице успеха» выходит на 6%. Поэтому делаем акцент на 100-150 баллов. Конечно же, отличная акция активности для наших консультантов, для тех, кто не может поучаствовать, но очень бы хотел сделать такой рестарт у стартовой программы. Для них у нас есть другая акция активности, просто выгодно 100 баллов. И делай 7-й, 8-й, 9-й каталог, и в 10-м каталоге у него есть возможность приобрести вот эти вот супернаборы. Вы знаете, сейчас вам как никогда нужно работать со своей персональной группой и работать со своими неактивными. Вы можете сейчас помочь им разместить, я имею в виду, помочь не в плане за них сделать, я имею в виду рассказать, как им сделать заказы на 150 баллов, показать им, да, каталог, сделать акценты правильные в каталоге, из чего он может собирать заказ на 100 баллов, для того, чтобы, если он будет размещать три каталога подряд, он сможет приобрести эти замечательные наборы всего лишь на 99 гривен. Ну и если в двух каталогах он сделает, то за 399 гривен. Конечно, вы меня спросите, а что дальше, что будет в 10-м каталоге, наберется свой подарок, вот такой набор, а что же дальше будет с этим консультантом? Вы помните, я говорила о хорошей привычке? Опять здесь, вы видите, какая здесь логика прослеживается? Седьмой, восьмой, девятый каталог, да. Три каталога, это у нас сколько? Трижды три, это у нас сколько недель? Трижды три, девять недель, да. То есть здесь мы тоже вырабатываем, еще один каталог в 60 дней, в 10-м делает 100 баллов, мы вырабатываем хорошую привычку делать по 100 баллов каталог. Ну, то есть, по-моему, предложения нереальны и грех ими не воспользоваться. Ну, и, конечно же, конкурс на ВЭЧ-профи, это участники, также менеджер и выше, включая директоров с объемной скидкой не ниже 24% по итогам 6-го каталога 2017 года, условия количества проданных наборов и отдельных кодов продуктов на ВЭЧ в сравнении с баком персональной группы. Из всех каталогов программы выводится среднее соотношение минимум наборов проданных в структуре за время действия акций 70 штук. Кто? Три лидера в Украине поедет в центр разработок Дубля. Вы знаете, вы каждый умеете рассказывать о том, как ухаживать за собой. Единственное, что вам сейчас необходимо сделать, это распланировать вот эти вот экспертные сессии и приглашать на нее людей, приглашать, приглашать, рассказывать о том, какие у нас уникальные наборы, о тех выгодах и о тех невероятных преображениях, которые будут происходить с вашим консультантом или с вашим клиентом, если он купит полностью серию целиком. Вы знаете, я считаю, что предложения из мегазапуски крутые и нам нужно включаться. Конечно, вы знаете о том, что у нас есть канал Телеграм, я всем рекомендую подключаться. Это будет тот канал, где молниеносно будет обновляться все акции, все предложения от компании, где вы можете пополнять свою информационную базу. Ну и, конечно же, я не могу сказать о нашей региональной акции. Вы видите, эту картинку я вам сделала специально. Я была в Венгрии и пыталась найти, как же найти ту стру для вас, как же задеть ваше самолюбие и найти того лучшего рекрутера в Донецкой области по итогам 7-8 каталога. Да, мы ищем героев в нашем регионе. В Донецкой области будет разыгран один суперприз. И вы уже знаете, вы видели. Это вот такой суперстильневый черный чемодан, да, который может заработать лидер с уровня старший менеджер и выше, что ему необходимо для этого делать. Ну, конечно же, что? Рекрути-ру-вать. Акция у нас длится всего лишь в 7-м и 8-м каталоге. И вот тот самый лучший рекрутер, я вот прям вернулся на эту картинку, супергерой. Возможно, это будет мужчина, возможно, и женщина. Ну, вот такая вот картинка у меня попалась. Девушки не было супергероем. Ну, неважно, тут нет принадлежности по полу, но самое главное, чтобы вы рекрутировали и приглашали в свою команду. И, конечно же, заработали суперстильный чемодан для поездок на золотые конференции, которые вас впереди ждут. Сейчас я хочу, чтобы вы очень внимательно посмотрели на этот слайд. Возможно, он вам не совсем понятен, потому что сейчас вы видите его на английском языке, но в дальнейшем он будет переведен на русский, я вам его переведу. Что это за слайд? Это вот такое вот супер путешествие нашего консультанта в мир Арифлейм, то есть его цикл развития. Это вот та система, о которой каждый из вас меня спрашивает. Неважно, каким методом вы работаете. Вы работаете офлайн или вы работаете онлайн. Я вам хочу сказать, на этой встрече, которая была у нас в Венгрии, в Будапеште, нам говорили, неважно о том, как работает лидер, важно то, какая у него система работы. Что входит в систему работы? Это, конечно же, приглашение, формирование входящего потока. Но кроме этого, вы понимаете, не проблема зарекрутировать консультанта. Вы это все отлично умеете делать. Вы владеете всеми методами рекрутирования. Единственное, возможно, у кого-то еще не получается, ну, то есть получается, но не так, как хотелось бы, такой метод рекрутирования, как онлайн. Но я вам хочу сказать, что система работы, сопровождение новичков, лидеров, менеджеров, она одинаковая. Такая же, как в оффлайн, такая же и в онлайн. То есть наш новичок, который приходит к нам, он должен получить ту базу, которую когда-то получили в свое время каждый из вас. Те презентации, те навыки, которых вам учил ваш вышестоящий спонсор, ваш вышестоящий директор, лидер, все это вы должны передать каждому новичку, который к вам приходит. И вот давайте посмотрим. Вот сейчас я попытаюсь вот мышкой, вы мне скажите, будет вам видно или нет. Буду вам показывать мышкой сейчас. Наверное, вам не видно, да? Давайте начнем с верхнего угла. Левого, это проспетит, да? Это когда мы идем на рекрутирование, да? Что мы там делаем? Мы рекрутируем и приглашаем новых людей к нам в команду. И вот следующий оранжевый квадрат, это когда происходит сам процесс рекрутинга, когда человек дает нам согласие, да? И он становится вашим консультантом. И что же нам с ним делать? Первое, что мы делаем, это мы показываем ему каталог и рассказываем о наших возможностях. Да, вы знаете, на интуитивном плане уже лидеры сами почувствовали, что вот есть некая система, что нужно что-то делать, то, что делали, и возможно сейчас мы перестали делать. И сейчас я вам об этом проговорю, что конкретно мы перестали делать. Вот смотрите, после того, как мы пригласили нашего консультанта, это вот второй оранжевый квадрат, да? Что у нас происходит с консультантом? Мы обязательно ему рассказываем, как работать с каталогом, да? Мы помогаем ему сделать его первый заказ, да? Мы рассказываем о тех программах, в которых он может поучаствовать, да? То есть это стартовая программа, которая у нас сейчас есть. Что дальше сделать с нашим новичком? Вот как сейчас происходит? Очень часто мы приглашаем людей в нашу команду, мы берем у него первый заказ, он проходит у нас первый шаг, второй, это в лучшем случае, на третьем, четвертом он у нас вздувается, и мы не понимаем, что происходит. Далее у нас включается наша программа сопровождения, мы периодически прозваниваем, да, предлагаем сделать заказ, и он либо делает заказ, либо не делает. Иногда мы приглашаем на наши какие-то мероприятия структурные или городские, и как-то вот человек, который пришел в нашу компанию, размещает заказы периодически, но в какой-то момент он начинает вот как-то засыпать, у нас были на него какие-то определенные планы, конечно, в каждом из них мы видим нашего будущего бизнес-партнера, но почему-то не случается. Что же делаем не так? Ну, возможно, мы мало, ну, я не говорю, что мало, не совсем, недостаточно уделяем внимания ему, то есть мало даем информации. Видение о компании, ну, я целиком и полностью с ним согласна, Свиненко, с ней согласна, что каждый консультант, который приходит к нам в компанию, должен проходить не только ваши презентации, как разместить заказ по каталогу и пройти там один-два шага, но и должен пройти вот ту базу навыков, которые каждому давали в свое время. Это шаг один, помните? Шаг два. Это академия по красоте. Это академия по волос. Это то, что вы проходили в свое время. Помните? Вот скажите, возможно, какие-то презентации вам проводили, возможности вам проводили вышестоящие директора. Шаг один, шаг два мы могли проходить, у нас проходили в Донецком сервисном центре. Но, мне кажется, в тот момент, когда у нас закрылся сервисный центр, и мы почему-то подумали, вот мы как сотрудники подумали, что вы подхватите эту эстафету, и вы вот ту систему, которая проходила в сервисном центре, вы внедрите каждый на своем офисе, будете проводить школы, обучать, не везде это произошло. И поэтому, скажите мне откровенно, всем ли вы своим новичкам проводите презентации возможностей шаг один и шаг два? Скажите мне вот честно, давайте будем откровенны. Ответьте, пожалуйста, вот в чате. Вот откровенно, мы здесь не будем... ...пугать или там говорить, кто хороший... Вот пишет, угли, да, стартует, да. Мариуполь, Мариуполь. Вот я вижу, здесь присутствуют у нас три СПО. 12.42. Самое большое СПО у нас в, я бы сказала, в Восточном регионе. Здесь присутствует 18.55. СПО, которое тоже хорошо рекрутирует. Хочу, вот Ира, если у нас перечу, как у вас тут происходит, проводите ли вы данные презентации. И есть представители Светланы Алексеевны, К3100, СПО. Вот как у вас происходит? Читаете ли вы эти презентации? Мариуполь, вы заснули? Вы где? Итак, сразу видно, кто слушает, а кто нет. Улыбочка от Мариуполя. Что это значит? Вы проводите шаг 1, шаг 2. Академия по красоте. Академия по велнесу. Так. Не хотите признаваться? Хорошо, не признавайтесь. Итак, будем. Я знаю, что у вас были проекты. У вас были проекты, вы проводили, сейчас вспомню, школа успеха или что-то вот такое. У вас совсем недавно было, да, совсем недавно. У вас проводятся по велнесу. Вы набираете группы, проводите. Молодцы. Я знаю, в Углетарии тоже проходит школа велнеса. Елена Уманец проводит. Я знаю, что у Светланы Алексеенко замечательные проекты, бьюти-проекты. И проводят мастер-классы. Я знаю, что вы делаете. Но вот те базовые, вы делаете свои какие-то вот фишки, а вот базовые. Я вот вам сейчас говорю о базовых презентациях, которые нужно проводить. Так вот, когда приходит наш новичок, и для него обязательно, его путь должен пройти через шаг, через тренинги шаг 1, шаг 2, тренинг по уходу за кожей, да, и по велнес. Далее. Когда консультант прошел, и он становится менеджером, что необходимо пройти менеджеру? Менеджеру необходимо пройти Академии лидерства 1, 2, да, то есть Академия менеджеров. Это то, что ему необходимо. То есть он должен понять, какие у него роли и обязанности на этом уровне. То есть каждый из нас должен понимать свою роль и обязанность на том или ином уровне процентном. У консультанта свои роли и обязанности, у менеджера свои, у директора свои. И вот смотрите, для менеджера у нас есть Академия для менеджера. Когда он вырастает до уровня директора, то что ему нужно пройти? Директору обязательно пройти Академии лидерства. Академия лидерства 1, 2 и 3 у нас есть. То, что вы проходили раньше от АСМов, и мы предполагали, что вы будете дальше читать для своих директоров. После того, как директор проходит Академию, это базовые знания. Это знаете, как первокласска. Есть начальная школа, есть старшие классы, есть институт. И здесь вот этот путь консультанта, он состоит из трех этапов. Ну и, конечно же, после того, как получают вот эти базовые знания, и директор понимает его роль и обязанности, и он обязательно их выполняет, то, конечно же, у него будет рост, и, конечно же, будут новые звания, и у него будет новое звание золотого директора. Что же делать, когда вырастаешь с золотым директором? Какие роли и обязанности есть у директора? Он, конечно же, должен работать со своей персональной группой и со своими директорами. То есть тут уже идет работа с лидерами, не просто с консультантом, а с лидером. Тут немножко уже другой полет работы, другой подход, но при этом, конечно же, золотой директор не прекращает рекрутировать. И давайте посмотрим. Если посмотреть на всю эту схему, да, у вас есть проспектин, да, у вас есть рекрутирование, вы приглашаете, но у вас нет каких-то базовых тренингов, что у вас происходит? У вас вот на этом этапе происходит стопор. То есть происходит, у вас приходят люди, они в какой-то период времени, они есть, потом они как бы уходят. Да, то есть происходит вот это вот, и роста при этом нету. Почему это происходит? Потому что мы не даем нашим консультантам вот те базовые знания, которые мы должны дать им. Поэтому я хочу призвать каждого директора, чтобы он сейчас думал, насколько он выполняет свои роли в своей команде и в своей обязанности. обучает ли он своих консультантов, новичков, обучает ли он своих менеджеров, что он делает для них. И если вы себе честно ответили, что, наверное, я могу что-то улучшить, то улучшить за счет чего? За счет того, что я буду давать обучение, базовые знания. Пожалуйста, вот вам схема работы. Я вам хочу сказать, что эта схема работает не только в оффлайн, эта схема работает и в онлайн. Новичок, которого вы зарекрутировали в онлайн, он также нуждается в помощи, как делать свой первый балловый заказ, как пройти стартовую программу, как научиться делать 100 баллов, как научиться делать 150 и выйти на первую ступеньку нашей лестницы успеха. Он также нуждается в помощи, то есть он хочет попасть в бизнес-склад. Конечно, ему нужны базовые знания для того, чтобы перейти на следующий уровень. На следующий уровень это у нас менеджерская команда. Он становится менеджером, и тут у него уже свои роли и обязанности. И, конечно же, менеджер должен от директора пройти следующую, получить следующие базовые знания. То есть это академия для менеджеров. Когда менеджер получает базовые знания, он начинает их применять на практике, и у него случается рост, это 100% случается, он выходит на уровень директора, и тут у него уже происходит клей, у него добавляются свои роли и свои обязанности. И так далее. И не важно, как он пришел, онлайн или офлайн. Да, в будущем мы не видим расцеления работы на онлайн или на офлайн. Это все, вы понимаете, настолько будет пересекаться. Мы уже сейчас, я знаю, что каждый из вас в своей команде работает со своими консультантами через соцсети. Он работает и онлайн, и офлайн. Вы даете им коммуникацию и через тот канал, и через другой. То есть и онлайн, и офлайн. Поэтому, вы знаете, вы все делали правильно. Вы и обучаете ваших новичков. Вы проводите онлайн мероприятия. Это все необходимо. Не важно, как пришел ваш новичок, но он должен попасть в вашу среду. Почувствовать тот драк, пропитаться теми ценностями, на которых выросли мы с вами. Он должен стать той частичкой, той молекулой, той командой. Да, вот каждый человек – это молекула нашей команды. И вот все это воедино, вот наше сообщество. Каждая команда – это некое сообщество, у которой есть определенная цель. И каждый член в этой команде знает об этой цели и вместе со своей командой идет шаг за шагом к этой команде. Поэтому я сейчас вас призываю задуматься над темой обучения, потому что тема обучения нами, ну, честно говоря, была заброшена. Вы меня спросите, это, конечно, все классно, чем ты нам можешь помочь? Я, как АСМ, вам могу помочь. Приехать, провести шаг один, шаг два, провести академию. Пожалуйста, приглашайте. Готова вам помочь. Но мои ожидания от вас после этого, что вы будете их проводить для своих консультантов, менеджеров, для своих лидеров. Понимаете? Я готова работать с вами, но не вместо вас. Потому что у каждого, это наш с вами бизнес, и у каждого есть своя роль и обязанность. И давайте мы будем с вами их выполнять. И если мы будем каждый выполнять свои роли и обязанности в нашей команде, то, что нас ждет, нас обязательно ждет рост, новые уровни, ну и, конечно же, банкеты и конференции. Да, вы знаете, что уже совсем скоро, 11 июня, будет проходить банкет директору в городе Киев. Я знаю, что многие из вас расстроились, что не квалифицировались на данное мероприятие. Что это будет юбилейный банкет. Я вас сейчас призываю не расстраиваться, а просто взять и разозлиться. И квалифицироваться на следующий банкет директоров, который будет проходить в следующем году. потому что, ну, это мероприятие глобальное, всеукраинское, и там взять и сделать. Вот взять и вот сказать, я разозлилась, я пошла рекрутировать, я хочу расти, я хочу быть на следующем банкете директоров. Поверьте, что от того, будете ли вы на следующем банкете менеджеров, банкете директоров, зависит только от вас, не от меня, а от вас. Вот посмотрите на себя в зеркало и скажите, от меня зависит, буду ли я на следующем банкете директоров или менеджеров, буду ли я на следующей золотой конференции. Только все в ваших руках. Не от того, кто сидит слева, справа от вас, или сзади, с передней, то есть вы сидите в офисе, и у вас есть свои рабочие места. Не от них зависит, от вас, от каждого из вас. Подумайте, что вы сделали для того, чтобы попасть туда. Достаточно ли вы сделали? Достаточно ли вы людей пригласили в нашу команду? Я знаю, что вы очень хорошо можете сопровождать ваших новичков. Но я ваших, даже не, не, Ого Фредо говорила, значит будут новички. Тех людей, которые уже есть в ваших командах. Это супер, молодцы. Но нужно приглашать новых. Если к вам приходит мало людей, подумайте, что вы делаете не так. Подумайте, что можно изменить, как по-другому поступать. Возможно, что-то надо изменить в себе. Я не знаю, может быть, даже косточку другую купить, помаду другую накрасить. Другими словами. Поговорите с соседом рядом, с лидером, с вышестоящим. У тебя идет рекрутирование, что ты делаешь, какие слова говоришь, что ты показываешь, как дальше ты. То есть сейчас, для того, чтобы выйти на новые уровни, на новые звания и присутствовать на супер мероприятиях, нужно вот один рецепт, это рекрутирование. Но пригласить это вам мало. Включайте в систему, обучайте, давайте эти базовые знания, которые помогут вашим новичкам расти. Вы не даете им как банка с огурцами, в которую поместили, и для того, чтобы новые огурчики просолились, их нужно в эту баночку тоже засунуть, чтобы они тем же маринадом просолились. Потому что у каждого из вас колоссальная база знаний. Понимаете? Каждый из вас умеет проводить мастер-классы, каждый из вас умеет проводить презентации возможностей, каждый владеет из вас теми методами рекрутирования. Онлайн, сейчас обучайтесь, пожалуйста, посмотрите, как это делать. Не можете делать презентации, вебинары, у вас есть высшее состояние. Найдите того человека в команде, который это может делать. Научитесь у него. Ничего сложного в этом нет. Просто возьмите и делайте. До этого вы все это делали, и это у вас все получалось. Просто не останавливайтесь. И вас обязательно будет ждать банкеты и следующие конференции. Что я вам хотела сказать? Я хотела вас похвалить. Вы молодцы. Вы делаете отличный товарооборот. Несмотря на те сложности, которые у нас есть в регионе. Вы все равно работаете. И, вы знаете, когда меня спрашивают, есть ли проблемы с сопровождением, или проводятся ли мероприятия, или обзваниваются ли они активно. Я уверена, что каждый, который сейчас находится в этом чате, он обязательно прозванивает свою персональную группу. Он работает со своими неактивными. То есть работает со своей распечаткой. Распечаткой, да. Он приглашает люди. Если сейчас есть вот стопор в приглашении, просто начинайте делать. Приглашайте. Говорите об этом каждый день. Каждому. Но мало этого делать. Добавьте еще обучение. Запустите на каждом своем офисе, чтобы у вас был график презентации. Да, возможно, будет два человека. Один. Я вам скажу честно, у нас на офисе, на сервисном центре в Донецке, здесь есть люди, которые были в том сервисном центре, который у нас был в Донецке, да. Тоже начинали с одного, с двух человек, потом это было 10, потом это было 20, потом это было 50 человек. Но это было на постоянной основе. У нас были постоянные дни, в которые мы проводили презентации. И люди знали, что есть вот такое расписание, и приходили. Но для этого мы приглашали, мы занимали активную позицию. Я призываю вас занять активную позицию. Активную позицию в рекрутировании, в социальных сетях, и вообще по жизни. Берите от жизни все. Возьмите ту лучшую жизнь, которую вам предлагает Арифлейм. И я уверена, что вас впереди ждет ну просто невероятные события. Вы будете на наших мероприятиях, и вы будете самыми лучшими. Вы есть самые лучшие. И чего я вам желаю, это роста. И вот я вам желаю не просто рост товарооборота, я желаю рост команд, рост вот тех бизнес-партнеров, новых менеджеров, мотивированных, новых людей в ваших командах, которые будут помогать вам увеличивать ваш товарооборот, и соответственно будет увеличиваться ваш дарплан. А деньги они никому никогда не помешат. Итак, я на этой ноте хотела бы закончить свое выступление. Надеюсь, что я донесла до вас то, что мне очень хотелось. И я ожидаю от вас активности, активной жизненной позиции. Хорошо? Если кто-то хочет задать вопросы в чат, пожалуйста, задавайте. Могу дать. Или может быть кто-то хочет что-то мне сказать, поговорить, слово дать. Ну, можете вот написать. Спасибо. И вам спасибо, девчонки.